Всем привет, друзья! С вами Городничок Александр. Сегодня в нашей программе стартует первая серия эксперимента «Простая масса для новичка» либо для бойца. Многие сталкивались с вопросом, нужно подкачаться, да и массу набрать. Немножко почитав в интернете, посоветовавшись с друзьями, либо пообщавшись с ребятами со спортзала, вы понимаете, что нужно покачаться. И многие вам советуют. Стандартный комплект – это креатин, протеин, аминокислоты. Наряду с этими советами я также слышал, да, когда ты начнешь интенсивно заниматься, у тебя вес уйдет, вся масса пропадет, ты ничего не наберешь, это все вода и так далее. Поэтому я решил снять эксперимент, который даст нам ответы на следующие вопросы. Первое – это какую массу я смогу набрать, употребляя креатин, протеин, аминокислоты и при этом качаясь. Это также будет ответ для бойцов, которые занимаются единоборствами и решили совместить железо с единоборствами, а также набрать массу. Второе – это очень важный вопрос, какая масса останется после того, как я перестану качаться и буду, например, месяц очень активно и интенсивно заниматься боевыми видами спорта. Также кроссфитом и бегать хорошие кроссы. И третье – это я буду передавать ощущения, которые очень важны, например, для бойцов. То есть затекают руки, например, я стал закачанный, деревянный или нет. И мы также сможем проверить, например, ту же скорость рук при работе на лапах и так далее. Но немаловажно – фотоотчет до и после. То есть каждый новичок, либо человек, который решил пойти подкачаться, набрать массу, он сможет примерно сориентироваться, что его ждет, что он сможет добиться и что ему нужно будет для этого сделать. Этот эксперимент хорошо подойдет как для новичков в спорте, и также для ребят, которые занимались всегда единоборствами, решили немного подкачаться и набрать массу. Для новичков я буду рассказывать все упражнения, как я их делаю, как они выполняются, и у них будет пошаговый курс на определенное время, пока они сами не втянутся в спорт, скажем так. А для опытных ребят, которые занимаются единоборствами, они будут знать, за какое время они смогут набрать примерно какую массу, как изменится их тело и какая масса примерно останется. Ну и немаловажно, мы поймем, вообще нужен ли нам этот креатин, протеин и именно кислоты, или это просто вода, которая на некоторое время делает нас рельефнее. Друзья, тренировочный процесс эксперимента будет построен следующим образом. Полтора месяца я буду качаться на сухую без биодобавок, потому как, опираясь на предыдущий опыт, первых полтора месяца масса набирается легко, тело раздувается, после чего будет месяц креатин, протеины, аминокислоты, и после чего месяц будет конкретно интенсивных тренировок. Это спарринги, мешки, лапы, кроссы по 10 километров, кроссфит. Посмотрим, какая масса после этого останется. Качаться я буду следующим образом. Там не будет каких-то мега секретных упражнений, это будут обычные упражнения, где несколько базовых, несколько вспомогательных, которые вы сможете выполнить в самой простой качалке, чуть ли не дома. Каждый день с эксперимента я буду обязательно снимать и объяснять, так, чтобы новички могли это спокойно повторить самостоятельно, либо с небольшой помощью коллег по спортзалу. План тренировок будет следующий. Буду качаться три раза в неделю. Это будет один день. Руки, бицепс, трицепс. Второй день. Спина, грудь. Третий день. Плечи, ноги. Также буду стараться два дня заниматься единоборствами. На каждый день кача у меня будет две группы мышц, из которых я буду делать три упражнения на каждую и по три подхода. Только не считая базовые упражнения, такие как тяга, жим и приседания, я могу делать по четыре подхода. Обязательно после каждого тренировочного дня я буду делать либо разброску на мешке, либо качать пресс, обязательно бой с тенью и заминку, чтобы особо не закрепощаться. Пусть простят меня качки, но качаться мне очень нудно. Потому я буду делать это следующим образом. Например, если я делаю руки, я буду делать упражнения на бицепс и сразу же упражнения на трицепс, после чего отдыхать. Так и быстрее, и для кардио получше. Также, друзья, очень важный момент по питанию. У меня не будет каких-то супер-мега модных диет. У меня будет обычное питание, как у обычного человека. С утра встал, каши поел, два-три раза плотно за день поел. Также у меня будет после шести, после двенадцати, сладкое в виде шоколада. Ну, в общем, все, как у обычных людей. Друзья, перед каждым и после каждого пункта я буду делать фотоотчет. То есть, сейчас я сделаю фото того, как я выгляжу до кача, после чего я сделаю фото, как я выгляжу до креатина, протеина, аминокислот, после чего фото, как я выгляжу после аминокислот, креатина, протеина, а также фото, как я выгляжу после интенсивных тренировок через три с половиной месяца. То есть, полтора месяца без биодобавок, один месяц с биодобавками, один месяц с интенсивными. Ну, а сейчас пойдем на первую тренировку, где я буду делать руки, то есть, трицепс-бицепс. Не забывайте, что на первой тренировке не стоит рвать себя очень сильно. Это первая тренировка, все делаем постепенно, входим в ритм. А сейчас, друзья, первое фото перед первой тренировкой. Чистый вес 70 килограмм. Посмотрим, какой результат будет дальше. Друзья, каждую тренировку мы начинаем с разминки. Хорошо, активно, интенсивно разминаемся. Особенно те группы мышц, которые будут задействованы на тренировке. Сегодня я буду делать руки, бицепс и трицепс. Я уже приготовил тренажеры. Как я вам говорил, я буду делать два упражнения, после чего отдых. Начну я с жима узким хватом. Средний вес, три подхода по 8-12 раз. На грифе 50 килограмм. Берем узким хватом, локти сильно не растопыриваем. Когда опускаем, делаем вдох. Когда поднимаем, делаем выдох. Друзья, не забывайте, что такие упражнения, как жим, лучше делать с напарником, чтобы он вас мог подстраховать. После чего переходим на бицепс. Я начинаю с ровным грифом. На грифе у меня примерно 20 килограмм. Все вместе 30 килограмм. Значит, становимся ноги на ширине плечей. Берем также узким хватом, локти держим у туловища, не растопыриваем их. Делаем три подхода по 8-12 раз. Тут уже смотрите по собственным силам. После того, как сделали, три подхода узким хватом, три подхода бицепс. Переходим на следующее упражнение на трицепс и на бицепс. Отдохнули между упражнениями. Идем на тягу блинчиков. Становимся у станка, локти прижимаем к туловищу. Руки на 90 градусов. Стараемся выше их не поднимать. И делаем тягу. Спина ровная, ноги ровные. Немножко заваливаемся плечами вперед, для того, чтобы работать только трицепсом. Сделали три подхода по 12 раз, тире 14. И переходим на бицепс. Бицепс мы делаем на скамейке с согнутым грифом. Значит, у меня на грифе примерно 25 килограмм. Руки здесь не разжимаем до конца, примерно на 98%. И тянем 8-10 раз. Также три подхода. Работаем не спеша, локти стараемся сильно не разводить. Друзья, не забывайте, что вес корректируйте под себя. Это первая тренировка. Поэтому срывать сейчас свое тело не стоит. Входите в процесс постепенно. После того, как мы сделали три подхода с согнутым грифом и три подхода тяги блинов, мы переходим на следующее упражнение. Трицепс и на бицепс. Упражнение тяга блина за головой. Становимся ровненько. Я взял блин 20 килограмм. Делаю ним 12-16 раз тягу за головой. Спину стараемся держать ровной, поясницу не гните, аккуратно блином не ударьте себя по голове. Делаем три подхода. Следующее упражнение мы делаем гантельками. Я взял гантели по 9 килограмм. Локти держим опять же возле корпуса. Когда гантелька внизу, она стоит параллельно вашему телу. Когда вы ее поднимаете вверх, вы ее поворачиваете на 45 градусов перпендикулярно. Я буду делать 10 раз на каждую руку. Руку внизу до конца не разгибайте. Примерно на 98-95% разгибайте руку. Ну а дальше, после того, как мы закончили три подхода на бицепс-гантельками, три подхода на тягу блина за головой, переходим на пресс. Пресс никогда лишним не будет. Сколько вам угодно, столько делать. Я сделал 100 раз разными упражнениями. Главное, не забывайте, что вы все делаете для себя. Потому не ленитесь, тренируйтесь, качайте пресс. Вот так, друзья, прошла первая тренировка эксперимента. Самому прям интересно посмотреть уже результаты, которые будут хотя бы через полтора месяца. И сразу хочу сказать, что первые тренировки всегда так проходят, прям чувствую, заливаясь хорошо. И вот прям хочется, хочется еще качаться. И сразу хочется прям съесть того же креатина, либо еще чего-то. Но всему свое время, у нас эксперимент через полтора месяца начнем. Друзья, следите за событиями, следите за каналом, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. А также, если вам интересны тематики тайского бокса, обязательно посмотрите ссылки в описании под этим видео, о том, как тайцы тренируются, разбор техник и так далее. Ну а также, если вам интересны спортивные туры в Таиланде, вы хотите совместить отдых с тренировками, обязательно посмотрите ссылку на спортивные туры в описании под этим видео. А также, лайкайте, комментируйте, делитесь этим видео с вашими друзьями. А самое главное, подписывайтесь на мой канал. С вами был Городничок Александр, до скорых встреч.